В соревнованиях приняли участие шесть подразделений Тамбова, Мичуринска и Котовска, всего 18 человек. Участие в таком испытании добровольное. Половина пожарных приняли вертикальный вызов уже во второй раз. С такими нагрузками сотрудники МЧС встречаются не только на тренировках, но и при тушении реальных пожаров. При возникновении пожаров, учащихся в квартирах на вышлежащих этажах, также они проводят боевые развертывания в полной выкладке и поднимаются на этажи, где произошел пожар. Также эвакуируют людей с вышлежащих этажей, так они попадают в зону задумления. Подъем на 17 этаж не только в полной экипировке, но и в кислородной маске – это колоссальная физическая нагрузка. При этом нужно сохранить бодрый темп. В среднем такой подъем занимает около полутора минут. На промежуточных этажах участников соревнований поддерживали коллеги. Пожарные преодолели дистанцию в 320 ступеней. 300, 301, 302, 303. Позади 16 этажей. А на меня даже нет обмундирования. Это действительно очень сложно. Ведь кислородный баллон и пожарная одежда весят около 25 килограммов. Наконец, 17 этаж, точка финиша. На 17 этаже пожарных ждала бригада медиков. Сошлись дистанции всего несколько участников, но большинство сохранили запас сил, чтобы дать на финише небольшое интервью. Сила, наверное, выносливость. Это вот сила воли преодолеть, протерпеть. А вес чувствуется, вот этот вес? Он, наверное, сильно утяжеляет? Ну, утяжеляет, да. Ноги уже под конец забиваются. Какой этаж был самый сложный? Для меня уже сложный. Где-то с восьмого начался. Поначалу я думал, что не дойду. Но взял себя в руки, до конца дошел. Возможно, к следующему году в областном центре появятся многоэтажки еще выше. Но пожарные будут готовы снова принять вертикальный вызов. Павел Юрасов, Николай Иванов, Евгений Мещеряков. Область новостей.